добрый день друзья с вами евгения и вы на моем крымском канале друзья я продолжаю серию своих фильмах о пляжах в алубке и сегодня а это продолжение посмотрите до этого еще был фильм мы идем с вами по воронцовскому парку и движемся в сторону детского пляжа городской пляж вы в прошлом фильмы посмотрели и конечно я не могла отказать себе в удовольствии показать вам красоту парка даже там где особенно ничего не ухаживают не насаживают просто сами деревья вековые вот эти конечно несут такую красоту и ауру вы знаете просто попадаешь какие-то джунгли это вот самый нижний ярус воронцовского парка друзья вот здесь посмотрите какие причудливые стволы какие впечатления получаешь от всего от этого но тут к сожалению вы знаете были ураганы страшные и поэтому вы видите вывораченные огромные вековые деревья но что делать в природе тоже все идет своим кругом рождается живет процветает иногда гибнет а иногда вот видите вот так но будут убирать наверное здесь но они очень они и так то были наклоненные у них кроны потому что здесь ветра сильные видите вот какие удивительные причудливые стволы сколько природа нам дарит впечатление красоты ну и конечно сами дорожки это отдельное удовольствие просто идти вот сейчас будет шум водички послушайте насладитесь этой красотой я очень люблю вот эти все водопадики просто постоять наполнится этой этим счастьем этим покоем вода ведь всегда дает нам энергию в кикус или магнолия может магнолия может хитис подожди ка это че тут за джунгли это посмотри на кисус походу это кикус андрей это фикус как у нас но не такой как наш, нет у него мелкие листья это фикус немножко другой а ствол-то у него какой я никогда фикус тут не видела удивительно друзья, это фикус я первый раз вижу в Крыму а там вон, смотри, как и твой нет, это фикус иди сюда, смени фикус, фикус, фикус ну-ка видите, я вообще в таком обновлении ну, похоже, это какой-то вид фикуса ладно ну вот, друзья, для вас такой чудесный сюжет шум воды падающий водопадики и, ну, как нам показалось, что это был, конечно, фикус есть фикус, такой, листья у которого чуть меньше вообще, как-то удивительно, что я не помню, что я его видела вот видите, такие машинки катают отдыхающих ну, здесь, конечно, джунгли джунгли, просто дебри красота я очень люблю вот эти сплетения веток эти деревья меня завораживают я могу там часами стоять куда-нибудь залезть в какой-нибудь глушь чтобы вот это все насладиться увидеть это причудливое ну, это, конечно, мы же, в общем-то, жители городов с вами привыкли к этим прямым линиям урбанизация, дома, камень знаете, такие маловыразительные здания советской эпохи вы же сами знаете, где мы живем у нас очень мало такой вот красоты ну, вот здесь еще кладка приворонцовых эта стена была выложена видите, какая старая тесали эти камни Диабас видите, вот это очень особо прочно из которых сделан воронцовский дворец из этой породы ну, и вот, конечно, очаровательные вот такие фонтанчики жалко, что это все не работает ну, воронцовы гуляли по этим очаровательным, замечательным дорожкам причудливым это ландшафтные парки английский ландшафтный парк когда природа вот все, что здесь было они это все сохранили только проложили дорожки ну, насаживали, возможно, еще деревья какие-то кустарники друзья, очень люблю вот эти лишайники обожаю этот цвет я вот художница рисую и посмотрите, какой горчичный вот этот вот удивительный такой просто золотистый цвет этих и сами пятна очень тоже живописные я всегда это все люблю разглядывать, подойти, рукой потрогать вот вы знаете, вот все эти формы жизни тоже, которые мы часто даже ведь с вами не видим посмотрите, какой цвет даже трудно вот намешать как сделать такой цвет с оранжевым просто оттенком таким золотистым друзья, ну это еще раз был златоуст это был санаторий когда теперь Госдума себе забрала шикарную бухту в общем, огромный кусок лучший кусок Алубки они себе загородили там ну ладно, Бог с ними вот, друзья, мы продолжаем наш путь вы знаете, это просто наслаждение вы знаете, я живу почти 30 лет в шестом году в двадцать шестом году будет 30 лет как я здесь вы знаете, мне никогда не приходила даже мысль что вот что-то мне надоело или одно и то же потому что ведь фактически Алубка маленькое место понимаете, одни и те же дорожки одни и те же какие-то пути по которым я хожу это всегда как-то все по-новому просто, ну это, конечно, великое счастье и каждый день я просыпаюсь Бога благодарю и спать ложусь тоже говорю, Господи Вселенная, кто меня слышит спасибо, спасибо за это, за все ну вот еще раз златоуст, друзья они нагородили там себе видите, вон какое городище целое мы сейчас с вами сейчас с вами спускаемся или как проходим к скале Айвазовского но я заходить не буду я вам только покажу проход как здесь пройти и там были люди тоже приятно проводили время не хотелось нарушать их вот эту кампанию уединения вы знаете, конечно, в Воронцовском парке еще лишайники видите, ой, моя любимая красота какая ну вот, друзья в Воронцовском парке множество уголков если вы приедете и будете ходить каждый день в течение двух недель вы каждый день будете находить новые волшебные для себя места какие-то, где сердце ваше будет откликаться и благодарить вас, что вы привезли себя сюда к нам вот, Воронцовский парк находится в 25 минутах ходьбы от моего дома или на автобусе ехать тоже какие-то минуты вот здесь, друзья, я увидела это потаенное гранатовое деревце попросила Андрюша мне отвел ветку и я для вас сняла вот оно спряталось здесь на утесе само выросло конечно, это не знаю, может быть думаю, что никто не садил вот такими восхитительными огненно-красными цветами оно цветет ну а мы с вами движемся дальше вот здесь тоже, знаете иногда люблю где-нибудь притаиться и посмотреть что делают люди вот какая-то мирная такая прекрасная жизнь куда-то человек вскарабкался на скалу он там один весь мир принадлежит ему и он сейчас будет рыбачить я вижу, вот там у него удочка вы знаете, ну вот чем не картина на скале вот нарисовать такого рыбака вот его состояние вот этого счастья покоя он может быть даже и не думает что он так счастлив это мы мы просто понимаем что это просто великое счастье прийти к морю рыбачить допустим рыбу любимое удовольствие ну занятие для кого-то это вообще прекрасно друзья, я хочу вам показать наш южнобережный пляж посмотрите это Эйлинги то есть из Воронцовского парка видно Эйлинги видите вот эти все домики я специально сняла чтобы вы это увидели здесь, вы знаете меня поразила вот эта коррозия или там волны выбивают такие в камни это песчаник видимо выбивают вот такие вот такие рытвины тоже это так живописно а разглядывать сверху воду посмотрите какие водоросли вода чистейшая кристальная вода девушка тоже наслаждается вот это уединение вы знаете это нам иногда нужно остаться одному вы знаете стало очень много приезжать людей которые живут по одному домик снимают на одного потому что может быть иногда нужно остановиться подумать вы знаете вон он рыбак наш с вами вот он что-то тут удочку закидывает друзья я сдаю бюджетное жилье на одного на два на четыре человека до шести семи человек группа может поселиться если все свободно и так мы с вами пришли на воронцовские купальни это детский пляж Волубки так называется при воронцовых конечно это вся площадка была сделана очень живописное место очень красиво я даже знаете тут склоняюсь к тому что я напишу картину друзья я продаю живопись картины удивительные прекрасные виды Крыма наша лягушка кошка дива обратите внимание скала откололась видите когда-то может быть доисторические времена раскололась это же раскол видите она такая узкая длинная была и вот этот кусок не выдержал своей тяжести и упал тоже мирная сцена прекрасная люди сидят отдыхают наслаждаются вы всегда найдете вот такой укромный уголочек для наслаждения в Воронцовском парке и рядом со мной кстати Милютинский парк и парк Годлевского и там тоже есть чудесные уголочки ну те совсем прямо возле дома какие-то 3-5 минут а в Воронцовский друзья пешком я иду 25 минут я покажу вам короткую дорогу приезжайте снимайте у меня жилье друзья еще есть места не забывайте что у меня жилье недорогое и есть все условия и покушать приготовить и горячая вода все все для вас и красивый сад и конечно друзья гостеприимная хозяйка хозяева а сейчас друзья замрем на минуточку и полюбуемся мне удалось снять дельфинов вот посмотрите говорят что пришла рыба как она называется ставритка ох какая прелесть как красиво чудесно друзья ну все конечно на берегу кричат смотрите дельфины это просто какое-то волшебство увидеть ну вот я когда снимала конечно снимать трудно потому что не видно отсвечивает но видите в кадр все попало видите вот такая прелесть любуйтесь дорогие а еще лучше приезжайте к нам на отдых у нас все мирно спокойно тихо на южном берегу все хорошо вчера были в семье возили своих гостей у меня уже живут люди друзья уже в двух одноместных домиках живут еще приезжали ко мне гости с ночевой скучают по моему саду в общем вот друзья ну вот теперь полюбуемся немножечко на отдыхающих как они прекрасно расслабленно отдыхают и счастливы что получилось приехать я всегда очень радуюсь что люди здесь видите какое местечко можно где-то сесть на камушек где-то сидеть у воды вот как чудесно ноги в воду опустила сиди себе вот такие мирные сценки прекрасного отдыха друзья я сразу вам говорю что я снимала уже давно больше недели назад людей было меньше сейчас уже людей больше вот чем не картина написать картину среди скал среди камней вот тут какие-то ребятки были здесь кафе обычно в том месте где этот катер сейчас стоит ну вот женщина тоже сидит наслаждается я очень люблю здесь как красиво на фоне вот этого портала входа ну и конечно дети всегда радуются здесь такой лягушатник чудесный не глубоко вообще замечательно друзья еще хочу вас спросить чтобы не забывали подписываться на мой канал кто еще не подписан вам несложно а мой канал будет продвигаться некоторые пишут обижаются что я не всем отвечаю друзья не успевают честное слово сад вот сейчас делаю вам фильм а сама вот меня прям скомлится на сердце надо идти срочно заниматься цветами несколько дней у меня прекрасно цветут горшки эти самые герани замечательные надо идти заниматься цветами что-то рассаживать более крупные горшки сами знаете что такое сад чтобы у вас все цвело это благоухало это конечно надо и сад и живопись друзья потому что у меня сейчас прошли продажи у меня забрали все мелкие картины небольшого формата и конечно мне хочется восполнить еще написать картины чтобы на продажу для вас это как прекраснейший сувенир во-первых это от меня и когда вы покупаете это будет висеть у вас на стене это будет вас согревать радовать и радовать ваше сердце и конечно дарить вам энергию и воспоминания об этом летнем отдыхе друзья вот здесь кафе по-моему его реконструировали что-то тут как-то получше стало выглядеть ну вот мои дорогие еще будет один фильм наверное а может быть уже черный бугор сегодня мне написали что черный бугор покажите вот друзья и конечно я каждые 2-3 дня выставляю для вас фильмы и так друзья бюджетное жилье для вас и картины для вас с видами Алубки с вами друзья как всегда была ваша Евгения и до новых прекрасных встреч на моем канале всех вас жду всех вас люблю и ждем вас в Алубку субтитры и до новых субтитров Продолжение следует...